Теракт в Норвегии. Отчитывайся, пожалуйста, как ты проводила явки, парольных. Я просто не хочу, чтобы у бедных провинциальных россиян осталось впечатление, которым усердно внушали российские телеканалы, что это проект правых. Что вот правые они такие нехорошие, что дошли до массовой боя, только бы провести в жизни свои правые идеи. Никакие ты не правы. Этот парень нормальный фашист. Когда почитали его дневник, его манифест, именно это в нем и обнаруживается. А что он решил расправляться с конкурентами из правящей партии, потому что она якобы социал-демократическая, да еще из молодежного крыла, да еще они вообще там были все тинейджеры. Ну, собрались на острове. Это ведь очень просто. Никто ничего не ждал. Он производит впечатление, там с ним много интрую, высказываний, не очень здорового человека. Слушай, а Гитлер производил впечатление здорового человека? Ну, в общем, на первом этапе да. А я бы сказала, что нет. Если «Майн Камф» почитать, трудно признать этого человека. Сергей, если почитать отзывы некоторых наших врагов на наши ролики, все то же самое. Просто цитаты из «Майн Камф». Понимаешь, фанатизм для нормального человека – это не здоровье. Но фанатики считают, что так и надо. Он какое-то шутовство из всего этого страны. Пиар. Телевизм с поправкой на телевидение. В 30-е годы 20-го века хотя бы не было телевидения. А сейчас ему уже попозировать хочется. Это вот шутовство. А зачем шутовство? Почему не изложить свои взгляды? Зачем это желание стать министром обороны? И только на этих условиях он готов отдать там всю информацию. Как это все готово. А это он издевается над норвежским правосудием, которое даже не предусмотрело за такие злодеяния пожизненное заключение. Он согласен получить 20 лет, сидеть в хороших условиях в норвежской тюрьме, писать книгу, получать гонорары, давать интервью. Там журналисты будут стоять вокруг этой тюрьмы в очереди. Ты знаешь, когда я об этом думаю, я снимаю свои возражения против смертной казни после Нюрнберга. Потому что я представляю, что бы было в Германии, если бы они остались живы. Через 10 лет книга выстроилась в очереди у журналистов. Так, как сейчас устраивается очередь в родственник, в дочери Геринга. Да, да. Еще кто-нибудь из них сварганил бы труд окончательное решение еврейского вопроса. Его бы еще и сдали. Понимаешь, в этих условиях виселится в самый раз. Ну так так оно и приходит с Сандаром Кусеем. Так оно произойдет с Мамаром Каддафием. Как бы об этом ни сожалею. Тот писать не умеет. Дима Робозин. К славу Богу, он по-моему не грамотный. Ну это не важно. В общем, мы... Это нормальный фашизм. Никакой он не правый. Все правые Европы уже давно от него открестились. Он возражает против инсульманской испансии и убивает чистокровных норвежцев. И знаешь, кто оказал сопротивление? Сначала мы страшно удивились, что какие-то русские не легли, в песочек не зарылись, а стали сопротивляться. Потому что казалось, что это русские на самом деле чеченцы. И тогда все стало понятно, что у этих ребят врожденных воинов это все в крови. Они попытались даже его связать. То есть они и других спасали, и сами спаслись, и не испугались совершенно. Это те самые чеченцы, которых мы выгнали из страны. Эмигранты, да, да. Ведь они и семью Эльзы Кунгаевой пригрели норвежцы. И вот это потомки тех самых эмигрантов, которых мы выгнали из Чечни. И вот они, возможно, будут спасать Норвению. То есть борьба с фашизмом в Европе и с нацизмом, национализмом в России, то, что называл Дудаев, руссизм. Мы возлагаем надежды на тех чеченцев, которые остались верны идеям свободы и демократии. Да, причем активной борьбе за свободу и демократию не ложиться на пол, а бороться, как вот Найны Леван, это было только вчера. Тот самолет, который не рухнул на Пентагон, тот самолет, который пассажиры не дали направить на какое-то здание, они сами погибли, но они погибли бы все равно, им было бы не жить. Никто не выжил в этих самолетах, которые протыкали башни-близнецы. Но эти еще и предотвратили большую катастрофу. Они спасли людей, они остановили, значит, это может сделать каждый. И тогда террористы, по-моему, откажутся от подобных мероприятий, все равно ничего не уйдет. Я думаю, что это имеет отношение и к теме выборов. Да. Здесь даже не надо погибать. Сопротивление необходимо для того, чтобы выжить. Хотите выживать, граждане, сопротивляйтесь. Варахтайтесь. Да.